Система единых государственных экзаменов – это постоянно совершенствующийся организм. Причем основные изменения касаются не столько тестовых заданий, сколько методик проведения самого мероприятия, а также технических средств, позволяющих сделать его более современным и исключающим любые промахи. 14 марта в трех пунктах приема экзамена Славянского района кипела работа. В этот день им предстояло впервые в 2018 году принимать пробный единый госэкзамен. И впервые в истории не только собирать у выпускников заполненные тестовые бланки, но и самостоятельно провести их обработку. Но обо всем по порядку. Алгоритм проведения тестового ЕГЭ практически ничем не отличается от реального. Его цель – не только дать возможность учащимся попробовать себя, так сказать, в бою, посмотреть, в каких темах необходимо подтянуть знания, но и проверить на работоспособность все системы технического обеспечения мероприятия. А их с каждым годом все прибавляется. Эксперимент по печати контрольно-измерительных материалов в пунктах проведения экзамена и сканированию экзаменационных материалов, он стартовал еще в 2014 году. Славянский район вступил в этот эксперимент в 2016 году. В 2016 году впервые было закуплено оборудование, которое использовалось частично на пункте проведения экзамена 392. Это лицей номер 4. В 2017 году уже данное оборудование использовалось на пункте 398 на экзамене по предмету общества знания. И вот в этом году абсолютно все пункты проведения экзамена Славянского района, включая первый лицей, где мы сейчас находимся, пункт 391, будут участвовать с использованием оборудования, которое было приобретено за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, ну и, конечно, за счет федеральной программы развития образования. После традиционной линейки экзаменуемые проходят процедуру паспортного контроля и металлодетектор. Ведь простой телефон в кармане может стать причиной аннулирования результата многочасовой работы на ЕГЭ. Далее ребят рассаживают по заранее определенной схеме, которая приходит из главного центра. В аудитории одновременно может находиться до 15 человек. Два координатора, которые проводят инструктаж, на протяжении всех 3 часов 50 минут должны находиться в аудитории. Причем присаживаться они имеют право только по очереди. Контрольно-измерительные материалы попадают в аудиторию на диске, который вскрывается здесь же. Загружается в компьютер и тут же распечатывается. С момента получения заданий запускается таймер экзамена. За всем, что происходит в классной комнате, пристально наблюдают беспристрастные глаза камер видеонаблюдения. На пробном тестировании конечный результат их работы – это изображение на мониторе в штабе пункта проведения экзамена. Во время же реального экзамена их изображение будет транслироваться в интернет. Транслируется для наблюдателей, которые будут в Москву, в сеть. Они могут выставлять метки, замечания, и мы тоже оперативно контролируем, мы реагируем на них. Мы можем одновременно, мы будем высказать, оно все равно будет записываться и транслироваться. Поэтому я не могу автоматовать назад, смотреть историю, чтобы руководитель мог принять верное решение. В Славянском районе для сдачи единого госэкзамена полностью оборудованы три пункта, которые расположены в первом и четвертом лицеях, а также в школе номер 16. Этого количества мест вполне достаточно, чтобы по всем стандартам организовать экзамен для всех ребят, желающих сдать у нас ЕГЭ. Новшеством 2018 года в Славянском районе стало то, что каждый из пунктов был оборудован сканерами для проверки тестовых листов. В автоматическом режиме на высокой скорости машина считывает информацию и выдает результат по каждому. Важным моментом для каждого, кто собирается сдать ЕГЭ, является выбор ручки. Ведь сканер не человек и может распознать только то, что написано черной, гелевой или капиллярной ручкой. Но специалисты утверждают, что лучше выбрать гелевую, потому что капиллярная может оказаться слишком тонкой, и сканер ее не распознает. Если прежде собранные оригиналы необходимо было в тот же день везти в краевой центр, где скапливались большие очереди, тянувшиеся до глубокой ночи, то сейчас полученные в автоматическом режиме данные переправляются в край, а оригиналы подвозятся позже. Для детей же это позволяет хоть и незначительно на один-два дня сократить период ожидания результатов итогового экзамена. Я считаю, что Славянский район готов к проведению экзамена по математике профильный уровень. Техника сработала в штатном режиме. Экзамен прошел без всяких замечаний. Дети готовы, готовы организаторы, готовы технические специалисты. Я думаю, у нас все получится. Результаты пробного ЕГЭ хоть и будут подведены, но на отметках выпускников не отразятся. Его можно назвать экзаменом для себя. Увидев результаты, у ребят еще есть несколько месяцев, чтобы подтянуться и улучшить баллы на грядущем реальном едином государственном экзамене.